Мне кажется, здесь есть несколько проблем, на которых, наверное, стоит остановиться. Первая, наверное, прокатная кампания, сделав такой слоган, немножко погорячилась, потому что мне кажется, что о величии того или иного произведения можно судить, посмотрев его, и, наверное, так сказать, эти оценки будут даны. Это первое. Второе, что касается блогеров, то мне кажется, они погорячились также, потому что есть еще такие вещи, как такт, вкус, чувство меры. И если часть плакатов действительно вызывает смех, и я думаю, что у Никиты Сергеевича хватит юмора, чтобы действительно над этим только посмеяться, то что касается действительно плаката с Гитлером, ну, скажем так, во всяком случае, плохой вкус здесь виден. И я думаю, что очень многих людей, которые все-таки и читали, и знают о войне, их это не может не покородить. Повылезали всякого рода подонки, твари. Великой Отечественной войне – трагедия целой страны. И надсмехаться над этой темой, мотивируя эти ужимки и прыжки ненавистью персонально к Михалкову, это, ну, в принципе, поступки за гранью добра и зла, это предательство Родины, это, ну, в принципе, ублюдочное поведение. Конфликта не вижу, мне, скорее, просто, ну, обе стороны не очень приятные, собственно говоря, ну, то есть я... Обе стороны что вы... Ну, не блогеры, не в компании рекламные с Михалковым, зачем ему все это нужно, зачем он назвал вообще фильм великим? Я думал, это он сам придумал, конечно. Ну, хотя, может, я выдумываю тоже. Вот, ну, не знаю, как-то и блогеры что-то это пишут. Вообще, какой-то ерунда. А смысл какой? Мы какую-то гармонию хотим найти? То есть воспитать Михалкову у блогеров задача. А у Михалкова... А у Михалкова задача... Воспитать Михалкова... Не уверена в том, что завтра, когда Илья будет бриться перед зеркалом, он не будет думать, это я, Илья Переседов. Вчера я так отстебал Никиту Михалкова. Да, вот, да, ну, благодарите, брат. По поводу свастики и Гитлера, сами фидбэк вот этой аудитории был такой, братцы, что-то мы перегибаем, или, по-моему, это не то? Вот, именно там, где появлялись подобные плакаты, они собирали меньше всего комментариев, потому что ржак-ржак, условно, да, в жжешечке. Этого никто себе не копировал, никто себе... Нет, жжак-ржак, да. Нет, то есть вот такие плакаты, они меньше всего расходились по другим блогам. Но и возмущения не вызывают. Ну, потому что это настолько грязно, что к этому даже не хочется прикасаться. Ну, слава богу, вы это говорите! Я не помню ваше имя, вам 20. У нас огромное уважение к ветеранам. Я готова молиться на этих людей. И поэтому нельзя обобщать под поколением, которые сделали эти постеры, нельзя говорить о том, что им 20, 17. В любом возрасте есть люди, которые уважают нашу победу. И я думаю, что этот фильм, он, в принципе, тем же 17-летним, которые придут в кинотеатры, он... Вы же не знаете этот фильм. Если вы так любите ветеранов, то не делайте бизнес на трансляции этих скандалов в интернете, а идите поработать в какую-нибудь больницу и молитесь на них спокойно. Понимаете? Здесь немножко разные ситуации. Свой вклад в это дело я делаю. Илья, я уверен, что девушка не работает нигде в больнице. Маша, давайте... Вы достаточно так вот агрессивно по отношению к оппонентам себя ведете и позволяете некоторые замечания. Знаете, хотелось бы их избежать. Я хотел бы сейчас сказать немножко на тему другую. Бокс с вашим с порталом. Тут произвучала очень хорошая фраза. Люди делают эти коллажи, когда им нечем заняться, когда им скучно. Так вот, господа, интернет это карнавал. В нашей жизни, в жизни многих людей не хватает... Не надо объяснять нам, что такое интернет. Интернет, просто послушайте. Послушайте, мы по конкретному. Вот конкретно. Ну, давайте, мы послушаем. Мы ездили на генетарском саду. Но мы же не в детском саду. Не надо нас учить, рассказывать. Мы говорим по конкретной проблеме и по поводу ответственности человека, который это делает. И все. Итак, вы были на медицинском фарнавале или нет? Я был. Замечательно. Так. И что? Как на медицинском вы были? Так. Если вы были на медицинском фарнавале, вы знаете, что там идет толпа людей, которым весело и красиво. А по углам творится грязь. То же самое с интернетом. То, что сказал Федор, неинтересно, это, наверное, фраза-то она имеет место быть. Вы действительно как-то странно себя ведете, патируете. Особенно, если девушка говорит нормальные абсолютно вещи человеческие. Может, с этим соглашаться или нет. Ваша тональность просто абсолютно непонятна. Что вы нас всех учите? Мы что-то знаем в этой жизни. Ну и, из-за того, что он не знает. То есть, это не значит. Продолжение следует...